Друзья, всем большой привет! С вами Артур. Сегодня мы возвращаемся в День Победы 4 и немного поговорим про исследования. Довольно забавно признавать, что за несколько лет игры я только сейчас узнаю о том, что оказывается у нас накапливается определенный запас или определенный резерв для исследований. То есть, если вы, допустим, в первый месяц не исследуете никакую технологию, то вы не будете отставать, так как у вас останется вот данная ускорялочка в размере 1 месяц. Давайте мы с вами еще выберем фокус инноваций в армии, и я вам расскажу суть того, как можно продвигать и гораздо быстрее исследовать ключевые технологии, которые понадобятся в вашей стране. Что мы с вами делаем? Мы можем в первый месяц вообще заниматься какими-то своими вещами, не выбирать никаких исследований, просто дожидаться накопления данного бонуса, и дальше начнется уже самое интересное. Какие технологии вообще в приоритете для начала игры? Это, естественно, машиностроение, это технологии, которые позволяют нам ускорить время исследования, далее, что это у нас тут с вами еще производство, ну и, конечно же, сухопутные доктрины, потому что их исследовать очень долго, там по 268 дней, это, ребята, действительно очень-очень долго. Поэтому мы с вами первые три ячейки забиваем теми технологиями, которые нам вот прям очень сильно нужны. То есть после электроники машиностроения у нас пойдет механический компьютер, доктрина, соответственно, следующая, и базовые станки. А вот четвертую ячейку мы с вами забиваем какой-нибудь технологии, которая нам сейчас, ну вот, абсолютно не нужна. Но когда-нибудь, чуть-чуть попозже, она уже нам с вами пригодится. Поэтому пусть это будет ремонтная рота. И мы спокойно с вами продолжаем ждать, пока у нас будет копиться политическая власть, пока у нас будут проходить тут различные фокусы. И как только у нас закончится исследование, ну, допустим, электроники и машиностроения, я уже вам расскажу о той фишке, которая нам пригодится. Также есть определенный бонус, который мы с вами можем получить за счет тех же самых бонусов к исследованиям. То есть как мы с вами привыкли. У нас появляется этот бонус для исследования, и только после его появления мы приступаем к изучению технологий. Но гораздо логичнее и круче сразу начать изучать эту технологию, если она вам вот прям принципиально важна. Ну, допустим, для Третьего Рейха это будет там танк, леопард или та же самая военная доктрина. За счет того, что вы начнете изучение данной технологии, и потом еще получите бонус 50%, у вас экономия времени составит порядка от 15 до 60 дней. Согласитесь, получить какой-нибудь крутой танк на два месяца пораньше, если вы, допустим, хотите начинать какую-нибудь очень быструю войну, это весьма неплохо. Ну или тоже ускорить исследование вашей военной доктрины. Как мы с вами будем этим пользоваться? Сейчас у нас появляются инновации в армии, как вы могли заметить, и мы берем, ну, допустим, артиллерию выбираем, другую технологию, чтобы она слетела, и возвращаемся сюда уже с бонусом. То есть наша скорость остается, и нам остается всего-навсего 97 дней до окончания изучения данной технологии. Не стоит забывать про различные бонусы, которые мы с вами можем получить за счет свободной торговли. Наши исследования будут очень сильно ускоряться. Также напоминаю, если вы хотите реально бафать исследования своей военной доктрины, то нам пригодятся еще и другие, соответственно, деятели, там, теоретики, за счет которых можно получить тоже 7% бонус. И ваше продвижение по этой ветке военной доктрины будет существенным. Ну что, у нас остается всего-навсего 10 дней до окончания изучения электроники машиностроения, и я сейчас вам расскажу о фишке, как именно мы с вами будем ускорять наши ключевые исследования. Смотрите, заканчивается исследование, мы переходим. Что мы привыкли с вами, ну, как обычно, делать во время нашей игры? Это просто выбирать следующую технологию. Механический компьютер, да? 243 дня требуется для его изучения. Но мы с вами делаем по-другому. Помните ремонтную роту, да? У нее остался запас в 30 дней, вот этот бонус для исследования. И им сейчас мы с вами воспользуемся. Мы берем и начинаем изучать механический компьютер. Здесь нам потребуется всего-навсего 213 дней для данного исследования. Конечно же, разница в месяц, с одной стороны, небольшая, но механический компьютер дает нам время исследования минус 3, и мы получим это гораздо раньше, чем другие страны. Но нам с вами необходимо сохранить этот бонус уже для следующей технологии. Скорее всего, это у нас будет либо там после базовых станков, либо более логичен вариант после сдерживания начать изучать себе следующую доктрину. То есть, да, ремонтная рота у нас, конечно, будет изучаться дольше. Мы с вами по некоторым технологиям будем немножечко отставать, но ключевые технологии, такие как сдерживание, военные доктрины или там новая техника, они у нас с вами будут очень быстро изучаться. Тем более, что чем дальше, тем лучше. Сначала у вас бонус будет просто опережение ваше в 30 дней. Далее, после изучения второй доктрины, это будет уже 60, 90, ну и вы понимаете так далее. То есть, вы можете опережать противника в изучении военной доктрины чуть ли не на один год. А год, это уже, ребята, действительно такая очень важная дата. Итак, что мы с вами делаем? Мы дожидаемся окончания выполнения исследования сдерживания. Мы можем не переживать, что у нас здесь не исследуются технологии. Напоминаю, что сохраняется этот бонус 30 дней, и можно просто дождаться, пока эта полосочка добьется у нас с вами до конца. Также не забываем про нашу потрясающую свободную торговлю, которая дает кучу как бы дебафов, но для исследований она будет нереально полезна. И сейчас у нас остается всего-навсего 6 дней для изучения технологии сдерживания. Вот она заканчивается. И давайте мы снова с вами посмотрим. Здесь у нас требуется 114 дней. Очень долго, да? Мы переходим в другую вкладку, и здесь уже 85 дней. Опять-таки, сейчас наш бонус уже будет составлять порядка 60 дней именно в опережении технологии. Более того, мы с вами можем взять и отправиться посмотреть теоретика Блицкрига. И теперь гибкая оборона для ее исследований требуется всего-навсего 67 дней. Продолжаем действовать по тому же самому плану. То есть у нас есть бонус минус 12, у нас есть хайдс Кудериан. И сейчас у нас, скорее всего, в эту ячейку отправится наша ремонтная рота. То есть мы просто с вами берем рота обеспечения, ремонтку закидываем. Ну и как вариант, из-за того, что мы с вами никак не будем отставать по исследованию технологии, мы с вами тоже выберем сюда какую-нибудь теху, там не знаю, нужную, ненужную, приоритетную. Решайте сами. Вы, несмотря на то, что ничего не исследуете, на самом деле не отстаете в исследовании ваших технологий. Пусть это будет как вариант, ну, вот МГ-08, легкая мортира. Сейчас у нас гибкая оборона. Заканчивается через 36 дней. И мы с вами пойдем спокойненько дальше. То есть ремонтная рота у нас, на самом деле, к этому моменту уже, скорее всего, закончит свое изучение. И можно будет набрать себе еще одну какую-нибудь дополнительную технологию. Ну, что вообще мы с вами можем таким образом исследовать? Что у нас вообще в приоритете должно быть? Это, естественно, машиностроение. Далее это обязательно будет вычислительная машинка с шифрованием-дешифрованием. На помощь-то вам в войне обязательно у нас будут улучшенные станки. То есть получить их на 30 дней раньше, это тоже неплохой такой прирост. Ну, и, соответственно, концентрированная промышленность. И вот это вот все. Скорее всего, когда вы играете в одиночку с искусственным интеллектом, это не будет прям сильно решать. Но если вы там какой-то сетевик, рубаете в сетевые игры, то получить преимущество над своим противником. А почему бы и нет? Тем более, что это практически на халяву. Итак, у нас гибкая оборона заканчивает свое изучение. Блицкрик 243 дня. А здесь у нас Блицкрик уже будет за 214 дней. Ну и так, как вы понимаете, можно делать чуть ли не до бесконечности. У нас уже бонус становится 90 дней. Ребята, уже это действительно очень приятные такие цифры. И если вы, допустим, будете начинать раннюю войну, то почему бы и нет? Если вы не знали о том, что есть вот этот бонус для исследования, обязательно пишите в комментариях под видео, потому что я сам офигел, когда узнал, что, оказывается, от этой полоски есть какой-то толк. И это действительно очень круто. И с другой стороны, обидно, что узнаешь об этом так поздно. Ну и еще вы можете посмотреть видосик по дневникам разворчиков День Победы 4, посвященный США, а также морским минам. Потому что это изменение существенно будет ребалансить морские битвы. Чуть не сказал в Total War Arena в Hearts of Iron 4. Спасибо вам большое за просмотр. С вами был Диодант. Всем удачи и пока-пока.